МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Харлан владеет всеми перечисленными наградами. Теперь ее цель – стать чемпионкой в индивидуальном первенстве. После Олимпиады в Рио наша золотая девочка перенесла серьезную операцию на плече. В нынешнем сезоне у нее было только три официальных старта, в том числе чемпионат Европы в Тбилиси. Там наши девушки заняли пятое место в команде, а Оля в личных соревнованиях была десятой. Если судить, потому что чемпионат Европы – это были третьи соревнования в сезоне, вообще в принципе, а люди, которые там фехтовали, уже откатали весь сезон, то есть я считаю, что у меня еще достаточно неплохое выступление. Но вот к чемпионату мира – это будет четвертое соревнование в сезоне, и тогда я, наверное, подойду уже в более лучшей форме, потому что больше времени для тренировок, и у нас будет зарубежный сбор в Польше со спаррингами, то есть уже такое будет соревновательное состояние, и это как бы хорошо. Ну, естественно, в личных на Олю рассчитываем на то, что она забудет медаль. Честно говоря, по силам, конечно, она на сегодняшний день сильнейшая саблистка мира. И главное ее подвести к чемпионату мира, и если там никаких, скажем так, психологических проблем, еще каких-то фортажеров не будет, то по силам, по силам и выиграют. В командных соревнованиях саблисток на чемпионате мира Украина будет представлена тем же составом, что и на Европе – Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Елена Прокуда и Юлия Бокастова. Из команды, которая добыла серебро на Олимпиаде в Рио, сейчас за сборную выступает только Харлан. Воронина, Камощук и Кроватская восстанавливаются после травм. Последняя участвует в тренировочном сборе, но выступать на соревнованиях пока не готова. Я надеюсь, что я поеду, но как бы связки не успели пройтись, поэтому сейчас пока только даю такие минимальные нагрузки ОФП, но думаю, к следующему сезону, по идее, должно быть все хорошо. Поскольку сейчас сборная саблисток состоит в основном из молодежи, тренера не рассчитывает на золото чемпионата, однако заверяют – украинки настроены дать бой любым соперницам. «От Оля и остальные две прокуда Бакастова, они только в этом сезоне начали более-менее выезжать на соревнованиях. Командного опыта практически нет, они выступили только на трех соревнованиях, включая чемпионат Европы. И будет очень тяжело бороться. Но все равно, если они будут фехтовать, делать то, что умеют, шанс зацепиться за медаль, ну не золото, но за медаль все-таки есть». Через несколько дней команда продолжит тренировочный сбор в Польше. Там проведет спарринги с командами США, Турции, Белоруссии, Польши. Оттуда уже отправятся в Лейпциг, где 19 июля стартует чемпионат мира.